Некоторые казахстанцы встревожились тем, что приложение Аши, которое вводится в пилотном режиме во избежание заражения COVID-19, якобы нарушает их конституционные права. В Министерстве цифрового развития по этому поводу дали пояснение, что приложение не является обязательной мерой, а инструментом для того, чтобы обезопасить посетителей тех направлений бизнеса, которые не могли работать в период ограничительных мер. Ни бизнес, ни граждан не будут принуждать пользоваться приложением. На посещение магазинов, аптек, прогулок во дворе или парке, как отмечали некоторые пользователи интернет, это никак не повлияет, сообщили в Министерстве. Вместе с тем, по данным министерства, в таких странах, как Южная Корея, Малайзия, Турция, Греция, Кипр и других похожие инструменты, успешно внедрены и используются для снижения рисков заражения COVID-19. Бизнес во всем мире переживает не самые лучшие времена и вынужден адаптироваться под новые реалии, работать с ограничением. Населению тоже приходится подстраиваться под этот режим и отказываться от привычной активности. АШИК дает возможность эти проблемы решить, заверили в Министерстве. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Нур-Султане и Алматы в пилотном режиме запустили приложение АШИК, основная функция которого обезопасить казахстанцев от заражения COVID-19 и дать возможность бизнесу работать в период ограничительных мер. По задумке, для входа в заведение нужно с помощью приложения отсканировать специальный QR-код и предъявить его. После этого приложение выдаст оценку риска. Подразумевается, что данная система позволит представителям бизнеса продолжать работать и не подвергать опасности посетителей.